Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Сегодня будет эфир посвящен ряду вопросов, которые мне задали буквально за последние несколько дней. Как вы помните, я недавно обратился с призывом, чтобы все начали вступать в партию ОСДП. Это так называемая общенациональная социал-демократическая партия Казахстана, ОСДП. Суть идеи была следующая. Все те, кто против власти, против Нур-Атана, голосуют за ОСДП. И таким образом формируется большинство в парламенте, большинство голосов больше, чем у Нур-Атана или у любой другой партии. Ясно, что Назарбаев это не позволит сделать. Значит, будут массовые фальсификации на всех избирательных участках по всему Казахстану. Мы добьемся, что на всех этих участках будут тысячи наблюдателей, внимательно следить за избирательным процессом. Будут, безусловно, международные наблюдатели. Все это приведет к тому, что мы фактически за руку схватим этих воров, покажем, что они воруют голоса избирателей. Соответственно, это приведет к тому, что выборы должны быть объявленными незаконными. И мы будем требовать, чтобы власть допустила на эти выборы реальных конкурентов власти, реальных конкурентов. Но для этого необходимо зарегистрировать все политические партии, которые изъявят желание зарегистрировать свою политическую партию и участвовать в выборах. Как известно, сейчас все шесть партий, которые заявили о своем участии на этих выборах, они все провластны. Это отделы партии Нуратан с разными названиями, чтобы создать у вас иллюзию, обмануть, что якобы в Казахстане демократия. Политические партии, которые являются противниками режима, власть не регистрирует. В этой связи власть, чтобы продемонстрировать, что якобы выборы честные, выставляет суммарно шесть партий. И имидж оппозиционной партии предоставляется партии ОСДП. Поэтому мы предлагаем участвовать на этих выборах, голосовать за ОСДП, не за какую-либо другую партию, только за ОСДП. Ну и, собственно, после моего призыва, мы знаем из недр самого ОСДП, что сотни людей ежедневно приходят с заявлениями и хотят вступить в партию ОСДП. И у нас же приходит сообщение со всех регионов, что руководитель филиалов или не принимает эти заявления, или прячутся, или принимают эти заявления, а потом говорят, что ну подождите, пройдет съезд партии, и там вас примут. На самом деле, чтобы вы понимали, что это противоречит самому уставу ОСДП. А в уставе говорится, что членами ОСДП могут стать любые граждане страны, которые разделяют программы ОСДП, ее устав, и принимают в ОСДП, или первичные партийные организации, состоящие из трех и более человек, или, собственно, сам филиал. Помимо того, что существует центральный офис, еще и филиалы по всей стране. Поэтому такого рода заявления от руководителей филиалов являются незаконными. Это говорит о том, что ОСДП не заинтересованы, чтобы в ее рядах были реальные члены партии, которые являются противниками режима, которые будут за нее голосовать. Потому что в кабинете у Нусултана Назарбаева произошел раздел так называемых депутатских мест, и он надеется, что наши граждане будут спать как раньше, не будут активно участвовать на выборах, не будут контролировать избирательный процесс. И поэтому они там вбросы разных бюллетеней накидают по всем регионам страны через центральные избирательные комиссии, главой которой является родственник Нусултана Назарбаева, Береки Машев. Это куда? Его дочь вышла замуж за сына дороги Назарбаевой, Нуралей. Вот собственно вы понимаете, что везде сидят люди Назарбаева, родственники, прямые его подчиненные, он расставил кадры на всех уровнях и надеется организовать массовую фальсификацию итогов выборов и таким образом нарисовать те самые проценты, которые он хочет получить для партии Нуратан. И вот после того, как люди начали массово вступать в ОСДП, Карим Асимов, куратор этой партии ОСДП, глава комитета национальной безопасности, помощник Нусултана Назарбаева, начал вести консультации и думать о том, чтобы на съезде партии ОСДП, которая состоится 27 ноября, объявить о том, что партия ОСДП не будет участвовать на выборах и объявит бойкот. Вот собственно такая модель сейчас продумывается, консультируется с Назарбаевым, обсуждает, что же делать, как эту волну сбить и сбить курс, чтобы люди действительно голосовали только за Нуратан. Вот сейчас комитет национальной безопасности думает над этим. Я еще раз хочу сказать, что ОСДП это подставная партия власти, люди, которые там как бы руководят, это функционеры, их вообще никто не знает, вы не вспомните их имен, кто руководит партией в целом, кто является заместителем председателя партии, кто руководит филиалов, вы не знаете. Вы не знаете, почему, потому что эта партия фейк. Ну и вы понимаете, почему мы предлагаем голосовать за эту партию фейк, чтобы отобрать голоса у Нурсултана Назарбаева, у партии Нуратан. Вот, собственно, это главная цель. Теперь мне задают вопрос, а зачем вступать в эту партию, когда можно пойти проголосовать? Это возможно, но мы же еще ставим вторую цель. Мы хотим набрать большое количество наших сторонников партии, провести съезд партии и полностью сменить руководство ОСДП, полностью убрать функционеров Нурсултана Назарбаева. Поэтому, уважаемые друзья, конечно, в первую очередь мы должны добиваться того, чтобы проголосовать за партию ОСДП. И, конечно, те, кто не хочет или не может по каким-то причинам вступить в ОСДП, но готов проголосовать, это все хорошо, все отлично. Но, все-таки, желательно, чтобы основная масса наших граждан показала численность, показала, что ОСДП теперь наполнена другими активными гражданами страны. Итак, что же делать, если партия ОСДП в лице ее функционеров на съезде примет решение и объявит о бойкоте? Ну, вы знаете, что у нас главная задача отобрать именно у Нуратана. Я знаю, что, например, ХАК, это подставная структура власти, которая тоже курирует зять Назарбаева, Тимур Кулебаев и Комитет национальной безопасности. Они говорят, а давайте голосовать за все другие партии, кроме Нуратана. Но этих партий четыре еще. И получается, что минимальный процент, который партия должна набрать, 7% для того, чтобы попасть в парламент. Ну и представьте, тогда, если эти голоса будут разбросаны по всем партиям, по этим четырем, может так получиться, что многие из них не наберут 7% барьер и не попадут в парламент. Это специальный замысел, чтобы протестную часть электората размыть, растащить по всем партиям. И в конечном счете, чтобы 7% набрала именно та партия, которая в планах у Нуратана Назарбаева. Вы ранее знали, что партия Акжол, например, якобы партия предпринимателей, так называемый КНПК, якобы коммунисты, они набрали 7% каждый из них и 84% было отдано партии Назарбаева, Нуратану. Поэтому, уважаемые друзья, нам нельзя это допускать. Наша задача все голоса в одной партии собрать. В этом случае наблюдатели, которые будут по всей стране находиться на избирательных участках, будут особенно внимательно следить за той самой партией, за которую будет голосовать большинство. И будут сравнивать его с Нуратаном. Как идет голосование за Нуратан и как идет голосование за партию-кокуренту. Сейчас мы говорим о партии ОСДП. Допустим, Комитет национальной безопасности и Назарбаев между собой решили, а пусть ОСДП откажется от выборов и объявит бойкот. Ну, казалось бы, сбили нашу цель прийти и проголосовать за ОСДП. И кажется, что это плохо. На самом деле это очень хорошо. Объясню почему. Но представьте себе, что мы заявляем, что будем голосовать за ОСДП. И власть берет ОСДП, убирает с выборов путем объявления бойкота. Это о чем говорит? Это говорит о том, что Назарбаев боится. Он понимает вместе со своим помощником Каримом Асимовым, что миллион людей проголосует за ОСДП и тогда придется организовывать массовые фальсификации. И вывод из этой борьбы ОСДП, это значит, что режим испугался и таким образом признает, что вот такой механизм отъема голосов у Нуратана, он сильный. Он очень сильный и его нужно реализовать. Ну хорошо, окей, пусть они партию ОСДП уберут. Ну что мы должны сделать? Мы опять должны теперь идти вступать в другую партию, голосовать только за эту партию и опять отобрать эти голоса у Нуратана. За кого же в этом случае мы, на мой взгляд, должны голосовать? Я предлагаю голосовать за партию АДАЛ, бывший Берлик. АДАЛ это справедливый, честный, верный, если перевести с казахского языка. Так вот, сегодня неизвестный абсолютно никому Серик Султангали, он является председателем партии, провел съезд этой партии АДАЛ и заявил, что за партию АДАЛ якобы не стоит Тимур Кулебаев, что он слышал, что у Тимура Кулебаева нет политических амбиций, что за его партией стоит народ Казахстана, духи его отца и матери. Уважаемые друзья, вы когда-нибудь слышали о такой партии АДАЛ и Астерике Султангали, за которым стоит народ? Его никто не знает, никто не видел, оказывается он заявляет, что за ним стоит целый народ и заявляет, что за этой партией стоят духи его родителей. Конечно, это не вызывает ничего, кроме иронии, тем более, что узкий круг людей знает, что Серик Султангали, это ближайший сподвижник Тимура Кулебаева, в свое время возглавлял Каз, Трансгаз, точнее Каз, Росгаз, совместное предприятие с Россией. То есть это человек, который выполняет волю Тимура, это подставной директор его разных-разных компаний, то есть подставное лицо. И вот это подставное лицо сегодня заявляет, что оказывается у Тимура нет амбиций политических, и вообще он к этому никакого отношения не имеет, хотя, опять же, многие знают, что Тимур Кулебаев любитель гольфа, и Серик Султангали, он тоже любитель гольфа, они с ним регулярно встречаются на этих тусовках, играют в гольф, отдыхают за рубежом, ездят на разные соревнования по гольфу за рубежом, такие закадычные друзья, кенты, да? И вот представьте себе, что Серик Султангали говорит, оказывается, по неким разговорам, у Тимура Кулебаева нет политических амбиций. Ну, то есть это лживая партия, так называемая АДАЛ, справедливость, честность, верность. На самом деле это партия Тимура Кулебаева и его подружек. Друг его известных подружек Гоги Ашкенази, который живет в Европе, является одной из богатейших женщин Европы, и Сати Казанова, такая известная певица фабрики звезд, которая поет песни «Я украду», «Я украду». Ну, как вы понимаете, Тимур Кулебаев украл и крадет богатство страны. Это второй вор в рейтинге воров нашей страны, первый Нусултан Назарбаев, второй Тимур Кулебаев, и теперь Сати Казанова поет знаменитую свою песню «Я украду». Ну, вы понимаете, что за партия АДАЛ. И вот этой партией рулит Тимур Кулебаев, являющийся официальной версией журнала Forbes, самым богатым человеком страны, который всего достиг сам, и который успешно женился на самой богатой женщине Казахстана, Динаре Кулебаевой Назарбаевой, второй дочери Нусултана Назарбаева, который является одной из богатейших женщин мира, не Казахстана, а мира, как вы понимаете. Женщина, которая никогда ничего не делала, кроме того, что была дочерью Нусултана Назарбаева. Вот бывает успешно женился, и вот Тимур Кулебаев такой талантливый во всем рулит этой партией. Что я предлагаю? Если партия ОСДП вдруг выйдет из политической борьбы, я предлагаю всем голосовать за партию АДАЛ. Войти в эту партию АДАЛ. Известно, что Нусултан Назарбаев не доверяет Тимуру Кулебаеву, хотя он держит миллиарды под своим контролем, в пользу Назарбаева. Ну как под своим контролем? Назарбаев умрет, он все эти деньги безусловно оставит себе. Все богатства просто перетекут, он подставное лицо. Ну ясно, что Назарбаев давно бы и расправился со своим зятем, но не может. Он где-то его боится, где-то не может. Ну представьте себе, у него миллион подружек, его дочь Динара Кулебаева живет в Швейцарии, ведет разгульную жизнь его зять, и он ничего не может сделать, чтобы помочь своей дочери поддерживать нормальные семейные отношения. Вот что значит Тимур Кулебаев. И конечно же, когда кто-то говорит, что Тимур Кулебаев не имеет политические амбиции, конечно же это ложь, потому что, ну султан Назарбаев-то точно знает, что это не так. У Тимура Кулебаева расставлены люди на всех уровнях власти. Ну один из них важнейший, это Карим Масимов, который работал председателем банка Тимура Кулебаева, и затем Тимур Кулебаев его продвинул на высшие посты в стране. Это его и партнер, и друг, и таких людей он расставил немало на высших должностях нашей страны. И конечно же, Назарбаев очень подозрительный, он опасается своего зятя, и когда мы все пойдем голосовать за партию АДАЛ, то вы же понимаете, зять будет отбирать власть у Нурсултана Назарбаева. Ну и отлично. А мы войдем в партию АДАЛ, подадим свои заявления, откажемся от партии ОСДП, и будем помогать Тимуру Кулебаеву отобрать власть у Назарбаева. Ну и вы понимаете, мы тогда опубликуем богатство его подружек Гоги Ашкеназии, его подружки Сати Казановы, ну и там тысяч других подружек. У нас есть масса видео, фотографии. Ну и очень важно, что недавно убитый Нурсултаном Назарбаевым Айсултан довольно много со мной разговаривал, и у меня есть очень много разных доказательств, его обсуждений, различные видео, в котором он рассказывает, каким образом расхищались дельные богатства, миллиарды долларов в нефтегазовом секторе Тимуром Кулебаевым, как он сотни миллионов долларов переводил Гоги Ашкеназии. Это все у меня есть, и мы, конечно же, это начнем массивно опубликовать. Мы сделаем партию, а дал очень известный. Я думаю, за такую партию мы проголосуем, и опять же получится так. Теперь голоса у Нурсултана Назарбаева будет отбирать его собственный зять Тимур Кулебаев. Представляете, какая будет потеха, когда в семье между тестем и его зятем будет самая настоящая политическая драка. И вы понимаете, что Назарбаев это не выдержит, не потерпит. Он будет наказывать Тимура Кулебаева, и массовые фальсификации будут на всех участках. Мы будем подзуживать, подогревать, говорим, Тимур, мочи Назарбаева, мочи его, хватит, Акела промахнулся. Мы будем говорить, что Тимур Кулебаев украл у страны, а теперь он еще что-то украдет и поддержит граждан, которые за него проголосовали. Мы будем говорить, что Тимур Кулебаев поднял с коленок, Гогу Ашкеназии поднимет с колен и страну. Мы будем рассказывать о поставщике насосов. Гоге Ашкеназии, которая поставляла насосы и стала миллиардером. Понимаете, какая у нас веселая будет кампания избирательная. Поэтому, если, ну, Султан Назарбаев вместе с Каримом Масимовым решат все-таки ОСДП убрать с выборов, надо приветствовать, надо радоваться. Надо радоваться тому, что мы нашли точку давления, что режим испугался, и он, что называется, из огня прыгает в полымя, вытаскивает партию Адал, мы за нее голосуем, отбираем у Нур-Султана и у Нур-Атана голоса, отдаем зятю и пусть они между собой дерутся. И более того, мы опубликуем массы видео разных договоров, покажем контракты. Мы имя Тимура Кулебаева вместе с его подружками сделаем на слуху не просто только в нашем Казахстане, но и по всему миру, потому что мы будем снимать ролики, будем распространять информацию, мы привлечем западных журналистов, европейских депутатов, и о них будет знать весь мир. Как парламентские выборы, но султан Назарбаев превратил в цирк, как он пытается обмануть свой народ, как он подставную партию ОСДП воткнул на эти выборы, как он переименовал партию Берлик, неизвестную никому поставил там дружка своего Серика Султангали. Мы все это покажем всему миру и сделаем это весело, очень интересно, с размахом. Поэтому уважаем друзья, когда мне говорят, а что же мы будем делать, если ОСДП выпадет из выборов, шикарно, мы будем голосовать за партию АДАЛ, за справедливый, так называемый, честный и верный, честная Гога Ашкинази, верная Сатика Казанова и АДАЛ, справедливый Тимур Кулебаев. Так что голосуем за партию АДАЛ, если ОСДП они выбросят. А сейчас я еще раз хочу обратиться ко всем гражданам страны, призвать идти вступать в ОСДП, требовать, чтобы они приняли ваше заявление. Давайте мы оказываем мощнейшее давление на этот режим. Самое интересное, вам не нужно идти ни на митинги, ни на какие-то баррикады, вы просто кладете урну и голосуете за партию ОСДП. И таким образом мы чисто на выборном процессе ломаем режим. Очень важно, очень важно, 10 января, когда миллионы людей придут голосовать, именно в этот день очень важно провести митинги. Почему в этот день? Потому что миллионы людей будут на избирательных участках, они увидят, как на их глазах этот режим крадет их голоса. До того, как будет голосование 10 января, режим безусловно нам даст в руки еще сотни других доказать, что эти выборы нелегитимны, что они крадут ваши голоса, мешает вам осуществить свое законное право проголосовать за ту партию, которую вы хотите проголосовать. Ни в коем случае не надо голосовать, размывать за другие партии. Вся сила должна быть собрана в одном месте. Все наблюдатели должны наблюдать, как происходит голосование за партию ОСДП. И все должны видеть, как Нуратан ворует голоса у вас. Не у этой вывески ОСДП, у вас. И мы должны наказать. Для этого мы должны голосовать только за одну партию. Не надо ни за какие партии голосовать, только за одну партию. Ну, а если ОСДП убирает, мы должны радоваться. Так что, ну, Султан Абишевич, мы ждем вашего решения. Карим, Тимур. Это будут очень интересные выборы. Тут будут работать очень много интересных людей, которые просто обнажат суть вашу. И тебя, Карим, и тебя, Тимур. Мы посмотрим, как ты будешь извиваться под этим наблюдением. Миллионы людей просто перевернут вашу личную жизнь. И мы этому поможем. Алга, Казахстан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА